Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства На юбилейной выставке приобретения и дары, полученные в последнее десятилетие с 2008 по 2018 Коллекцию, конечно же, пристально изучала Олеся Пушкина Начинается наш выставочный маршрут из буковой комнаты Шереметьевского дворца Здесь представлены несколько раритетных предметов, уникальных Позвольте мне здесь вспомнить латинское выражение «темпус фугит» Время летит, время бежит Вот здесь, рядом с этими часами, которые поступили в музейную коллекцию в 2008 году Часы происходят из мастерской французского мастера-часовщика Жака Панье И датируются 1730-ми годами Часы, конвалют, книга, объединяющая под одной обложкой разные издания В том числе переписку графа Шереметьева с Петром Великим Перчаточные куклы времен Великой Отечественной войны Костюмы, пуанты и фотографии звезд балета Рудольфа Нуреева, Майя Плесецкая, Николая Цискоридзе, Диана Вишневой Картины, фотографии, афиши и театральные программки К провальному первому показу Чеховской чайки К спектаклям Всеволода Мерхольда «Смерть Тарелкина» и «Великодушный рогоносец» К одной из первых постановок Московского художественного театра «Смерть Иоанна Грозного» За 10 лет около 10 тысяч предметов было приобретено или подарено музею Более 400 из них размещены в парадных залах Шереметьевского дворца Шарманка Мы приобрели этот инструмент в 2008 году Он изготовлен в мастерской Нечады в Одессе около 1900 года Инструмент был изготовлен по заказу людьми, проживавшими в Грузии Потому что он украшен как раз в том стиле, в кавказском, так скажем, стиле Ну посмотрите на этих прелестных танцовщиц Но самое главное, что на крышке инкрустация Там просто-напросто изображены бутылки кахетинское вино Лабиринты парадных залов от экспонатов 18 века ведут в век 21 Автор выставки – специалист в области дизайна и музейного проектирования Уве Брюкнер Известный такими проектами, как музей БМВ в Мюнхене Национальный морской музей в Амстердаме или музей этнографии в Женеве А также театральный художник Ульрики Шлем Один из самых ценных даров – коллекция живописи Никиты и Нины Лобановых-Ростоцких Картины Михаила Врубеля, Марка Шагала, Льва Бакста, Сергея Судейкина и Натальи Гончаровой Отцом-основателем этой коллекции можно по праву считать Никиту Лобанова-Ростовского Он является потоком известного русского княжеского рода Лобановых-Ростовских Первая выставка произошла в 1967 году в музее Метрополитен Там же в Америке в 1961 году он встретился с Ниной, со своей будущей женой И она разделила с ним не только судьбу его, но и страсть к собирательству, коллекционированию И всю свою коллекционерскую деятельность Нина и Никита мечтали, чтобы эта коллекция оказалась в России В 2000-х годах эта коллекция была приобретена у владельцев Константиновским благотворительным фондом А в 2013 году здесь, в стенах Шереметьевского дворца, эта коллекция была подарена Музею театрального и музыкального искусства На этом подиуме представлены костюмы Майи Михайловны Плесецкой, которые были подарены музею Родионам Щедриным Эти костюмы создал для великой балерины Пьер Карден Это костюмы Пьера Кардена, созданные специально для Майи Плесецкой Модельер и балерина познакомились в 70-х годах на Авеньонском театральном фестивале Плесецкая танцевала свою знаменитую партию Кармен Карден был восхищен и уже в следующий свой приезд во Францию подарил ей платье Которая станет первым из множества будущих подарков русской балерине Концертное платье, туники и костюм к балету Анны Каренина, поставленному в 1972 году в Большом театре Увидев эскизы костюмов Кардена к балету, в дирекции Большого театра сказали Это никуда не годится, в Большом такое не принято Но костюмы были утверждены, а позже в интервью модельер высказывал предположение Немалую роль сыграло здесь то, что они не стоили театру и копейки Все платья были подарены Майи Это практически последний шанс успеть Выставка до 19 января продлится Так что следите за своим временем Если не были еще, обязательно загляните Продолжение следует...